Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока по битовой операции или Bitwise Operations. Мы уже затрагивали эту тему на наших прошлых уроках, хотя в основном операции, которые мы рассматривали, были над переменными типа Integer, Double, Byte и другие. Как и в этом примере, мы давали нашим переменам различные численные значения и выполняли над ними действия. Нам не очень было важно, как именно хранятся эти данные в памяти компьютера, хотя на прошлом уроке мы ознакомились и с этой темой. Каждый раз, когда мы объявляем переменную типа Integer, мы заказываем в памяти сразу 4 байта, то есть 32 бита. И если программа бежит на персональном компьютере, то это вовсе не проблема для нас. Мы вполне можем позволить себе такое расточительство. Но представьте, что наша программа бежит не на компьютере, а на каком-то бытовом устройстве, например на чайнике или на микроволновке. Обычно в таких устройствах память очень ограничена. Для программы светофора, например, нам нужно всего 3 бита в памяти. 1-0-0 будет означать включенный красный цвет, 0-1-0, желтый и соответственно зеленый 0-0-1. Хотя на самом деле для светофора было бы достаточно даже 2 битов, ведь 2 бита дают нам 4 возможных числа. 0-0, 0-1, 1-0 и 1-1. Примеры, которые мы с вами только что рассмотрели, это были примеры систем реального времени. Такая система должна реагировать на события во внешней среде в рамках временных ограничений. Нам важно, чтобы светофор вовремя менял свои цвета, а микроволновка исправно реагировала на нажатие клавиш. Помимо того, что побитовые операции экономят нашу память, они являются самыми быстрыми. Также случается, что нам нужно использовать побитовые операции и на нашем самом простом персональном компьютере. Переменная A и переменная mask получают значения в шестностеричной форме, соответственно 0 и 1. В комментарии мы видим, как наши перемены выглядят в памяти компьютера. Переменная B получает значение по битовой операции OR между A и mask. Неважно, какое значение мы даем A, нолик или единичку, B всегда равняется единице. Операция OR, обозначаемая вертикальной линией, проходит по всем битам двух чисел и для каждой пары битов выполняет операцию OR. Результатом OR будет единица, если хоть один из битов был единицей. Соответственно, 0 возможен только если оба бита, участвующих в операции, были нулями. Мы не зря назвали вторую переменную mask. Mask означает маска. При помощи операции OR мы как бы накладываем маску на нашу переменную A. После накладывания такой маски последний бит будет всегда единицей. Если значение A было 8, то есть четвертый справа бит был единицей, то накладывание такой маски включит единицу и в последнем бите. То есть мы получим число 9. Наша маска оставляет число таким, как оно было, за исключением последнего бита. А теперь пусть наша маска зажигает не последний, а предпоследний бит. Получаем маску 1, 0, а это означает число 2. Наша единичка в A останется без изменений.